Но это уже второй выпуск о том, чем я кормлю персонал. Может быть он будет немножко длиннее, чем первый. То есть я уже потерял счет дням, поэтому... Посмотрите, кому понравится, понравится, не понравится. Дочнее, не понравится. Всем приятного просмотра! Сегодня для персонала у меня паста болонезе. Линден карри. Так, вчера у меня было слишком много овощей, поэтому вторую часть я доделывал сегодня. Ну и немножко сыра. Пармезана я им, конечно, не дам, но простой гауду-то дам. Так, ну сегодня для персонала у меня тафельшпиц. Это мясо говядина или телятина. Ну кусочек такой, он может быть называется по-русски верхний подбедерок. Он находится в ноге, в ляшке, точнее сказать. Картофель. Происхождение его из Франции. Оттуда он к нам прибывает. Здесь я добавил просто кроэта де пронс, немножко копченой паприки, соли и чеснок. 200 градусов. Запек, готово. Морковь лиловая. По вкусу она, господи, ну немножко отличается от оранжевой моркови. А так, в принципе. Ну и рэп. Рэп. Они вегетарианские с сыром. Если я не ошибаюсь. Да, с сыром. А нет, они не вегетарианские. Они с ветчиной. С ветчиной и с сыром. Так что вот как-то так. Ну все, буду кормить, буду кичать. Эсэээ! Так, ну посмотрим, что Серега у нас сегодня на обед приготовил. На обед у меня макароны. На обед у меня гуляш по детскому меню из говядины. Чечевица двух цветов или одного цвета с нутом или турецким горохом, как его еще называют. На основе карри с кокосовым молоком. Ну это для тех, кто у нас вегетарианец и кто лактозу не переносит. Далее у нас тортилья. Это мексиканский омлет с картофелем с паприкой. Свежий салат с дрессингом. И с остатками шницеля. Мясо, курятина. Так что все у меня могут поесть. Кто у кого с глютеном проблема, у кого с лактозой проблема. Всех накормлю. Все. Сегодня для персонала у меня ассорти. Всякая, всячина, всего разного. Ньокки на основе красной свеклы. Потом ньокки на основе васаби. Шуб нудель, картофель, шпецли, равиоли. Здесь ассорти из овощей. Всякая разная всячина. Ассорти мясное. Ну здесь все. Здесь у меня и курица, и телячьи щечки. Чечевица на основе калии. Картофельное пюре на основе молотой зелени. Пару кусочек рыбы. Гуляш из телятины. Макароны. Точнее паста. Паста дизастра. Остроконечная капуста в креме. Соус хреновый или хреновый. С добавлением тертого хрена. Это для пасты. Ну и салаты. Здесь вижу я кускус. Кускус критараки. И какая-то капуста с добавлением яблока. Ну вот в принципе и все. Теперь можно звать. Народ есть. Эссен. Ну давайте посмотрим, что сегодня Сергей наколдовал для персонала. Значит у нас будут макаронные изделия критараки греческие. Далее будет у нас гуляш из колбасы. Колбаса, говядина. На основе томатного соуса и кетчупа. Далее овощное баланьезо для вегетарианцев. Наших мусульманских товарищей я приготовил рыбу. Также будет салат, как обычно. И на десерт брауни. Ну здесь кому достанется, тому достанется. Эссен. Ну вот и настал долгожданный час, когда уже все хотят есть. Значит сейчас у нас в здании 700 человек, поэтому покормить нужно обязательно персонал, который работает на кухне. Потому что все остальные уйдут наверх. Значит коллеги перестарались, сварили много ньёвки. Или как некоторые говорят, гночис. По-хорошему конечно дать нужно хлеба к чили конкану, но за неимением поварихи имеют дворника. Поэтому сегодня будет у нас ньёки с чили конкана. Потом назовем их так картофельные зразы. Ну здесь картофельное пюре, сформированное и сделано с морковью и с брокколи. Такой конвининс продукт, он уже готов, его просто в духовочку и всё. И рыба в кляре, точнее в тесте. Свежий салат. Сегодня у меня есть немного десерт. Значит у нас пудинг на основе манной крупы и панакотта на основе сливок. Вот и всё. Эссер! Так, сегодня у нас сумасшедшая неделя. Вообще шеф заболел. И мне пришлось частично взять его функции на себя, хотя я тоже не железный. Так, ну персонал всё равно я кормлю, невзирая ни на что. У нас 700 человек гостей в здании, но это меня меньше всего касается. Касается, точнее они уже приготовлены, поэтому готовлю только на завтра. Но сегодня у нас для персонала у нас рыба, у нас такос или реп, или реп, их можно так же назвать, наполнены они чили конканы, рис. И сегодня у меня будут бургеры, бургеры, булочки понятно, котлеты понятно. Так, это у нас вегетарианская история, она на основе соек. В принципе неплохой продукт. Так, ну острые чили, красный лук, сыр, помидоры. Всем приятно. Всем приятного аппетита, блядь. Сука. Сука. Сука, да. Так, сегодня Серега наколдовал на обед для персонала пена. Потом котлета а-ля по-киевски. Шучу. Это просто курица, вот так вот она выглядит в панировке. Готовый конвенец продукт, я ее только разогрел, не более того. Это не котлета по-киевски, а на самом-то деле, да. Почти как по-киевски, все как положено, только без косточки, а так все дела. Овощи в азиатском стиле, рыба в горчичном соусе, куриная огурька в сливочном соусе, лапша по-китайски. Готовил китаец Серега. Вот остался единственная такая, гастроемкость была 24, гости все съели. И соус для курицы а-ля по-киевски. Соус ставили всегда в конце, потому что пока не возьмут, чтобы накидали себе так, 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 и в конце полили соусом, и все счастливы. Многие делают, конечно, по-другому, ставят почему-то соус впереди, и для меня всегда вопрос, а нафига он там нужен впереди? Что, гостю в пустую тарелку, что ли, соус наливать? Ну, многие этого не соображают, поэтому бывает и так. Так, ну, эта неделя была у меня сложная и очень тяжелая, она уже заканчивается, сегодня последний день, сегодня пятница, я кормлю гостей, кормлю персонал, и все, и начинаю обороны. Э-э-э-э! Все, все, сейчас, сейчас все придет. Э-э-э-э! Голос, конечно. Э-э-э!